всем привет дорогие друзья с вами андрей броский ну чтож побеждаем бегемота и узнаем чем заканчивается история ногтиса в эпизод дускай вопрос один как оказались мои собратья внизу быстрее чем я вроде сверху все забегали но на этот раз я явно больше на нашими урона я думаю мы сможем справиться с ним на жизнь уходит очень мало тонкость этого боя пока мне непонятно первый раз да у нас была возможность устроить засаду атаковать и вон же вот а теперь у нас просто резня получается можно атаковать темный хвост глаза получается ноги вроде бы сама больше конечно забирает когда у нас идет атака с вот таких вот столбов вот мы его прямо бог даже свалили когда он живет лежит на боку режем живот он больше всего забирает ну давайте пробовать так и вот и атаковать дальше а а а а а а а а а Давайте попробуем спину, спину. Далеко-далеко я залетел. Так, так, давайте лечите быстрее, парня. Далеко-далеко я залетел. Далеко-далеко я залетел. Беглодиса я боялся. Ну, давай на стол. Далеко-далеко я залетел. Пром-то, я хочу ему помочь. Пром-то, давай. Почему у меня стрелка показывает, что нужно уходить? Уходить не нужно. Нужно сбиться до последнего. Хочу. Давай-давай-давай-давай. Давай. Так, это пауза. Я просто думаю, куда показывают курсоры, зачем он показывает мне, что нужно от 100 метров бежать туда, если мы пытаемся убить главного врага. Так, давай-давай-давай. Могло быть и хуже, но мы лечим. Ух ты, вот это у меня. Решил, выбрал меня как цель. Давайте сюда, на стол. Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Задняя нога меньше всего забираешь, когда ее атакуешь, задние ноги. Это я прекрасно понимаю. Блин, блин, я вообще-то... Все-то нажимал уклониться. Так, крестик, чтобы вызвать. Я удерживаю. Что я могу вызвать? Вы видели, кого я вызвал? Я в шоке! Я в шоке! Вы видели? Вы видели? Вы видели? Он нанес удар какой! Ни фига себе победа! Друзья, это оно! Это билет, который позволит нам забрать наш автомобиль. Я думаю, что я имею в шоке. Я думаю, что я имею в шоке. Да, мы лучше вернемся к Синдису. Так, продать, в общем, бегемота, там, я не знаю, часть какую-то в магазин, чтобы получить деньги. Друзья, это было что-то нереально. Какой именно, какой, я не знаю, как их называют, призвал он этого хранителя или кто это был. Обалденно просто! Такого я реально не ожидал. Хочется, мне еще раз хочется, это какой-то из... Ну, если ориентироваться по мультфильму Kingsglaive, да, который вышел, там, получается, это короли. Павшие короли, которые... Ну, может быть, не павшие короли, ну, короли древней, короли древности, которые... В общем, от них вот эта магия в этом мире у Люциус и есть благодаря им. И, возможно, это один из этих королей. Гляньте, а что это вот впереди еще светится, интересно. А, это где мы можем, получается, остаться на ночлег. Ну, давайте это и сделаем. Давайте сейчас быстренько устроим лагерь, потому что ночь, 500 метров нам бежать. И после лагеря мы, я так предполагаю, узнаем, чем закончилась эта история. Ага, нам в одну сторону. Тут и мини-маркет, и гараж. Ну... Гладио что-то увидел, давайте за ним отправимся. Он позвал нас. А, это он, наверное, подсказывает, как наверх забраться. А, ну да. Прикольно. Он говорит, ногти сюда, показал нам маршрут, по которому можно мы добраться до лагеря и устроить привал. Я просто, я до сих пор на эмоциях потрясающий. Просто этот хранитель, этот король или кто он? Вызов такой он призвал. Он такой огромен. И как он ударил этим копьем. Какой был крутой эффект. Просто, просто потрясно. Такого я не ожидал. Ну... Очень здорово. Эта молния, это когда оно там все выгорело. Очень красивые спецэффекты. И... Ну, видно, что Сонька так с трудом вытягивает такую графику. Ну, может быть, просто из-за оптимизации. Тут вопрос... Ну, не вопрос, а мне хотелось бы, конечно, увидеть в максимальных настройках, как будет финалка выглядеть. На PlayStation 4 Pro все-таки. В максимальных настройках графики. Так, что у нас тут пишут? Тут у нас получается... Split Up with Grab and Join Your Lion 2. Разделиться с вашей группой и присоединиться с союзником в тур. Это дополнительный какой-то квест. Главный квест не будет... Продвижения по главному квесту... Приветствую. Не будут, в общем, идти, пока вы выполняете дополнительно это задание. Давайте, давайте выполним. Включили мы режим On Tour. И у нас... С промта мы сможем выполнить какое-то дополнительное задание. Ну что ж, не теряем ни секунды. Давайте выполнять дополнительное. Немного ногти с... Ноги-то сломал. С такой высоты прыгать. Так, он что-то нам говорит... Промпто... Плохо, что нет озвучки. Не успел я прочитать. Просто не обратил внимание на эти титры. Пишет у нас тут миллион надписей на экране. Берегись! Это он испугался вот этого носорога. Говорит, я устал ходить уже по местности. А Ноктис говорит, а ты бегай. Подшутил он так неплохо. Не, вы знаете, я думаю, эта битва нам уже не нужна. Потому что мы все-таки... Бегемота победили. И... Можем смело просто бежать к нашей цели. Я подозреваю, что здесь больше таких... Противников не будет огромных. Так что не будем затягивать продвижение по сюжету. Мне очень нравится. Я вот хочу сравнить просто с Assassin's Creed. Конечно же не хочу сказать, что Assassin's Creed плохая игра. Я во многей части играл. Но вот по открытому миру просто сравнение. Здесь, допустим, открытый мир. Вот мы видим карту. Нельзя сказать, что она огромная. Но на этом кусочке... На этом кусочке открытого мира столько всего интересного происходит. Все эти локации, события. Все локации интересно исследовать. Все события, которые здесь произошли, просто потрясны. И... Такая Final Fantasy мне нравится. И такой открытый мир мне нравится. Я вообще не сильно фанатею прямо от открытого мира. Но... Но здесь только положительные эмоции. Молодцы. Square Enix. Тут я начинаю убеждаться в том, что ребята знают свое дело. И... В общем, очень-очень здорово. Нельзя сравнить там с тринадцатой финалкой. В которую я тоже играл и... Очень много часов провел. Ну... Разница. Там тоже были приятные эмоции. Но... Под коней я ее до конца не прошел. Обычно, когда не проходишь игру до конца, этим все сказано. То есть, она не настолько зацепила. Это похоже на хорошее место, чтобы искать грибы. Попытайтесь поискать возле тех деревьев. Так, нам нужно три найти для того, чтобы продвигаться дальше. Но где-то в этих деревьях. Опа! Промпта зовет нас. Что там увидел? edge где-то. Мейси Машрумс. Покажи. Видите, у нас заполняется еще такая шкала, которая показывает, насколько мы продвинулись по выполнению этого задания. Что-то здесь. Я чувствую, Ноктис. Мы нашли, по всей видимости, еще. Очень классно, что не нам приходится искать, а как видите, он сам находит. Просто мы... Ага, для Игниса мы, кстати, ищем грибы. Я так только что прочитал. Очень быстро появляются надписи таким с сиреневым цветом, что ли. В общем, зеленоватым. Которые, получается, не зачитывают, соответственно, не главные герои, а промпту. И, получается, их самим приходится. Сочетайте, должны, я считаю, все диалоги быть озвучены. Если у вас не влазит на одну болванку Blu-ray, все видео, все звуки и музыка, сделайте на двух. В чем проблема? Но не озвученные диалоги для игры 2016 года, это как нонсенс, по моему мнению. Так, промпта еще не закончила. Пускать грибы. Ну да, продолжаем, продолжаем, окей. Может быть, в ту сторону, видите, показывает маркер. Может, возле тех деревьев он что-то найдет. Да, да, я был прав. Куда бежать? Есть это третий гриб. Последний или нет? Нет. Так, мы не нашли достаточно. Говорит, давай еще поищем. Возле озера. Говорит, давай попробуем... Давайте попробуем поискать возле озера. В общем, между ними произошел такой глухонемой разговор. Где... Там и Ноктис, получается, тоже не озвучен. Это такие... Беседа в дополнительном задании, которую они, видите, как решили не озвучивать. Либо это в дополнении просто. Ну, в этом эпизоде нет. Я надеюсь, просто в полной версии будут озвучены все. Все диалоги. Потому что я вот ранее сказал, что... Для игры шестнадцатого года должно быть все озвучено. Я понимаю, там на Сеге, когда там на плату, там на чип не влазили, там... Пиксели они там... Бедные не могли. Не знали, что делать. Ну, а когда у нас просто блю-рей болванка используется как носитель? А, гляньте, это... Ну, хватай грипп и убегаем. Это, гляньте, поросенок огромный. Эй, в твоей жизни, помогите мне. Он у него нога застряла. Ну, я могу ему помочь? Гляньте, я не хочу так умереть. Что произошло? Вся жизнь проскользнула перед глазами. Бегите, убегайте, чтобы спасти свою жизнь. Мы убегаем. Ну, не могу сказать, что он атакует нас. Но этот огромный противник. Катоблепас. Его зовут. Катоблепас. Убежи... Убегайте от... Как ты? Это могло быть и хуже. Но мы убежали. Гляньте, он вышел из воды. Я, если честно, думал, что они заскриптованно находятся в воде. И никуда не будут двигаться. Гляньте, гляньте. Он реально вышел. Ну, рожа у него похожа на поросячью была. Все, задание выполнено. Он говорит, три гриба. И я думаю, Игнис нас поймет, что мы больше не насобирали. Блин, ну, огроменное, огроменное просто животное. Катоблепас. Или какое-то французское у него название. Так, возвращайтесь. Хочу... Возвращайтесь в точку отдыха. Хочу посмотреть, как он просто себя ведет. Ну, нам повезло очень, что он медленный. А если, допустим, за хвост его подергать? На него залезть нельзя? Нельзя, как в этом. Как в Shadow of Colossus. По нему наверх забраться. Ой-ой-ой, вы видите, он меня зацепил. Там жизни осталось 100. Ладно. С этим парнем шутки плохи. Давайте на него не злить. Где наша... Мы можем вернуться в точку отдыха. Давайте это сделаем... Ну, сделаем... Быстрым перемещением. Return to Rest Point. Нажмите Options. Написано. Я нажал. Подождите, как-то ж можно было... Как-то можно было быстро перемещаться в последнюю точку, в которой я находился. Сейчас я просто почему-то не могу этого сделать. Нагадайте еще раз попробуем. Это назначить, назначить. Ладно, давайте вот в ближайшую тогда бежать. Что-то я немножко запутался. Вроде бы можно было быстрое перемещение делать в любой удобный момент. Но сейчас не получается. Не буду затягивать, пока я... Если это можно сделать, пока я найду, мы потратим больше времени, чем я добегу. Ну, просто туда... Та бегу, бегу! Так, ну вот мы и наверху. Все. Отдыхать. Сейчас, наверное, какие-то сюжетные моменты произойдут. И мы, наверное, смело сможем отправиться уже в гараж. За автомобилем. Так, мы встретились с другими. Гладио. Гладио. Ромат Задюскаин. Лэндскейп. Ага, понятно. У нас Игнис, это повар. В общем, Гладио наслаждается красотами местными. А и Игнис отполировал до блеска своей кастрюли. Так, мы, получается, получили очки он-тур. Это Ноктис и Промпта. Только те, кто участвовал в этом дополнительном задании. Но вот этот режим он-тур мне очень нравится. То есть, прикольно, что мы четко знаем, что выполняем дополнительное задание. Мы выбираем, хотим ли мы его делать или нет. Если все задания в игре будут разные, то их, конечно же, будет интересно выполнять. И я буду выполнять все. А вот мы сделали здесь селфи, убегая от этого огромного... Как лептобуса или кто он там. Надо полегче давать название местной... Местной живности. Ну что, пора, я соглашусь. Пора нам отправляться в мини-маркет. Давайте отправимся. Продадим, продадим какую-то часть там бегемота. Этого получим свои 25 тысяч. И мне кажется, спокойно сможем отправиться... в свое дальнейшее путешествие. Так, это корабль. Но я не хочу с ними сражаться. Попытаюсь просто бежать, не останавливаясь. Может быть, бой не произойдет. А, они внизу остановились. Конечно, ткань очень круто развивается. Это как бы идет от корабля такой ветер. Но корабль, на самом деле, далековато находился, чтобы одежда начала так трепыхаться. Но эффект все равно крутой. Не знаю там. И Nvidia Physics тут включена. Настройка включена. Вы видите, нас машина объехала. Прикольно. Он выехал на вторую, получается, полосу вот сюда. И нормально так объехал. Без всяких заморочек. Потому что мы тут четвером бежали по этой стороне. Я смотрю, корабль просто нас как будто преследует. О, высадилась еще группа. Ну-ка, поросенок этот огромный не будет с ними там взаимодействовать. Кстати, смотрите. Я сказал, что всего лишь по 4 человека высаживаются на кораблях. Это очень мало в сравнении с тем, сколько высаживалось пехотинцев в мультфильме. А вот на этот раз... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двенадцать. Где-то 15 человек сразу приземлилась. Ну, вот это уже посерьезнее. Представляю, как в игре будет. В игре, наверное, там вообще и по все 25 и по 30 таких кораблей. А 20... О, кстати, что это такое? Просто бит кусочек какой-то. Ржавый кусок металла, наверное. Хотел через забор сигануть, а он устал. А ну-ка. Мастер, хайнерс. Очень и три интригующего. Ваше высочество. К чему просто было предложение? Ха, гляньте, а не видите, где поспрыгивали? Там, где пониже. Чтобы ноги не сломать. Это, ну, классно прописано. Их неопередвижение. Какую-то лягушку я нашел. Контейнера. И я сразу вспомнил металл гир. Очень много времени в этой игре недавно провел на твиче. Сразу хочется их фултоном зацепить. Эй, ну, запрыгивай на бордюр. Крутая машина. Парни обсуждают тачку. Говорит, на такое прикольно цеплять девчонок. Так, а Промпто рекомендует нам зайти в магазин и получить свою награду. Здесь у нас кофе продается. Ну, хочется мне все очень-очень любопытно смотреть, что тут есть. Газета. В общем, реклама какого-то города или локации там идет в газете о том, что вы можете там очень здорово отдохнуть. Ага, здесь у нас брошюрки. Арендуйте Чокобо. Ну, это я снова на брошюрку на стене посмотрел. Но на это объявление, что нужно поймать Дедай, мы его поймали. Ну, давайте наши деньги. Класс, говорит, у вас отличная машина там и отличная девчонка чинит ее. Ну что, продать, купить. Продать. Вот, а нет, Сейбертус Клоу по 5. Кстати, гляньте, у меня этих клыков. 99 их можно продать. Ага. Хотел влево, чтобы с 99 и вниз, получается, количество опустить. Но тут только в одну сторону можно листать. Давайте продадим 80. Но меня интересует все-таки... Лягушку, кстати, продать нельзя, которую я возле контейнеров нашел. Ну, конечно, Рог Бегемота. 25 тысяч. Выдайте, пожалуйста. Все, денежка получена. Все очень просто. Мы продали его как обычный предмет. Глодис что-то не успокоится тут на заднем фоне. Огромное спасибо. Получите свою награду. Промптов говорит, не могу дождаться уже, чтобы забраться в автомобиль. А Глодио говорит, что мы можем немного потратить еще денег. Глодио. Глодио. Ну, почему бы не купить? Семь, например, полшенов. И пару антидонов. Ну, здесь прикольно. Торговля все очень просто. Никаких меню замысловатых переходов на другие экраны. Подошел прям возле стола. Там все оплатил. И можно двигаться дальше. Блин, ну она издевается. Сто процентов издевается. Нельзя так рассматривать колеса. О, вы готовы отправляться? Говорит, в общем. Ну, пришло время соединить вас вместе с вашей девочкой. Получено 10 тысяч опыта. Ну и мы можем садиться и отправляться. Хочу забрать девчонку с собой. Так, а вот мы можем сесть в автомобиль. Что нам предлагают? Выбор Drive. И дальше по меню у нас идет... Каутэс Диск Тейки Вилл. За руль сесть нельзя. Ну, видимо, в демке. Ну и второй, Каутэс Диск или Коучэс Диск. Честно говоря, не пойму, что именно это имеется в виду. Ну, вот она. Посмотрите сами. Мы у тебя в долгу. В общем, там она все наладила, починила и что-то там за счет заведения даже было оплачено, скажем так. В общем, спасибо, ты сделаем нам одолжение, на что нам ответила девчонка, что вы об этом не забывайте. Что одолжение было сделано. Эй, это лайф, она жива. Дайте нам знать, если вам что-нибудь еще понадобится. Ну, надеюсь, в ближайшее время мы ничего не будем ремонтировать. Если вам что-то понадобится в гараже, просто приезжайте сюда. В следующий раз, когда мы встретимся, мы что-нибудь тебе привезем. В общем, огромное спасибо тебе, Синди. Береги себя. Честно говоря, я думал, они в другую сторону едут, но нет, они именно вот туда поехали. Мне почему-то казалось, что реально в другую сторону. Они держат путь. Так, A hint of things to come. Тут только японская озвучка написана. Здесь у нас какая-то сюжетная идет, повествование сюжетное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Там, получается, сообщались какие-то новости, и было сказано, что Ноктис и принцесса Луна Фрея были найдены погибшими. Вот, после событий. Ну, там, видимо, или землетрясение, или какая-то... Ну, так как я смотрел, все-таки Kingsglaive, это военные действия здесь происходили. Спасибо огромное за то, что вы прошли эпизод 2 Sky Final Fantasy 15. Ну, что, я могу сказать огромное спасибо разработчикам, что они дают такую возможность поиграть в такую замечательную игру. Огромное спасибо вам, друзья, за то, что вы составили компанию при просмотре этого видео. Не забывайте ставить лайки, если вам понравилось. Это ваша самая большая благодарность. Вот. Не забывайте комментировать. Пишите, что было не так. Пишите свои пожелания. Я отвечу на все комментарии. Мне очень приятно общаться с вами. Игра нам предлагает сохранить прогресс. Давайте перепишем предыдущее, что нас дальше ждет. Ну, я думаю, тут только титры. Может, возможно, что-то интересное. Нет, друзья, это начальный экран. Начальная потрясающая главная композиция. Ее слушать можно бесконечно. Ну, что ж, думаем, пора заканчивать на этом этот эпизод. Не уходите далеко. Много хорошего видео на канале. Смотрите. Подписывайтесь, кто этого еще не сделал. Для вас играл Андрей Броскей. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok